приветствую всех сегодня я покажу процесс замены задних тормозных колодок рено кенга дисковых тормозов первое что нужно сделать при замене любых тормозных колодок на любом автомобиле это открутить крышку бачка тормозной жидкости чтобы убедиться в том что уровень не слишком высок у нас здесь нормально потому как когда вы будете вдавливать цилиндры жидкость может пойти через верх если же у вас жидкости много то можно отобрать ее шприцом медицинским для начала откручиваем болты крепления суппорта к скобе головкой на 13 здесь есть грани на направляющих подключена 15 можно удерживать чтобы беспрепятственно открутить суппорт после того как открутили снимаем суппорт положим его удобное для нас положение проверяем состояние направляющих мажем смотрим на состояние пыльника на суппорте и сейчас будем вдавливать в чем особенность дисковых тормозов с ручным тормозом то что нужно одновременно вкручивать и вдавливать тормозной цилиндр если вы уже знали можете просмеяться но есть умельцы которые делают это с помощью монтировки потом приезжают и говорят почему мне нет тормозов извлекаем тормозные колодки видно уже по толщине что как раз вовремя и будем устанавливать новые но у нас хозяин привез рэмса пишут что испания ну фильма честно скажу так себе ну есть то есть вот такие вот у нас колодки всегда заранее сравнивайте потому что всякое бывает могут не подойти уже коробочку порвали это мы часто любим делать и уже два болта фиксирующим герметиком вдруг какой-то испортился для того чтобы вдавить суппорт вам нужно будет вот такой вот съемник мы уже его собрали подобрали насадочку и будем потихоньку вдавливать если вы будете менять на каком-то другом автомобиле обращайте внимание как например на форду транзите задние тормозные колодки меняется с правой стороны правая резьба слева и левая резьба и съемники идут разные так что если у вас не давлются обращайте внимание вдруг вы не в ту сторону закручиваете перед сборкой как и говорил смотрим на направляющие чтобы они не были сухие мажем где-то видел обзор говорили то что не обязательно каждый рассмазать ну может и не обязательно но лишним не будет то есть мазать можно смазками специальными я обычно мажу графиткой никаких проблем всегда все нормально кто-то тоже кричит что нельзя графиткой по моему опыту все хорошо вот собственно вдавим я цилиндр обращайте внимание еще на пыльник потому как когда вкручиваете бывает что он закисает на самом цилиндрике и может превращение затягиваться можете его ненароком порвать будьте аккуратны все колодочки у нас уже стоят устанавливаем все обратно и меняем вторую сторону хотел бы более детально показать вам весь процесс но приходится и снимать и делать после смазки направляющие должны ходить свободно без всяких затруднений так же само обращайте внимание на пыльники на направляющих потому что если пыльник ворван поврежден будут закисать у вас направляющие это приведет к тому что тормозная система будет работать неисправно будут кору колодки стираться внутренняя допустим быстрее чем наружно или наоборот разные случаи бывают после замены проверьте уровень тормозной жидкости видите у нас уже под край бачка сейчас мы прокачаем педалью тормоза в принципе она уйдет обязательно после замены прокачайте педалью тормоза чтобы цилиндры встали на место выдвинулись и прижали колодки к тормозным дискам и только после этого начинайте движение бывают прецеденты так что будьте с этим внимательны ну что ребят надеюсь было видео вам полезно америку конечно не открыл кому нравится автомобильная тематика подписывайтесь на канал будет много чего интересного и познавательного всем всего доброго и автомобилисты удачи на дорогах